История неспослания аятов. Урок 24. Сура Ат-Тауба, 91-92 аяты. Плачущие мусульмане. Ас-саламу алейкум. Девятый год хиджры. Византийский император Ираклий собрал 40-тысячную армию, чтобы напасть на Медину, уничтожить мусульман и покончить с исламом. Узнав об этом, посланник Аллаха, салаллаху алейкум, стал призывать сподвижников к мобилизации. Жарким летом мусульманам предстояло выдвинуться в поход на Табук, где расположилась армия противника. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, призвал людей делать пожертвования, чтобы снарядить войско. Праведные мусульмане откликнулись на призыв пророка и по мере своих возможностей стали добровольно и, не скупясь, оказывать материальную помощь. Так, Умар, да будет доволен им Аллах, принес половину своих сбережений, а Абубакр, да будет доволен им Аллах, отдал все свои деньги, которые в сумме составляли 4 тысячи дирхамов. Что касается Усмана, да будет доволен им Аллах, то он показал самый яркий пример пожертвований, когда принес тысячу динаров и положил их на колени посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, салалулах алейкум, обрадовался, стал целовать его и сказал, «Что бы ни делал Усман после этого дня, уже ничто не повредит ему». В процессе подготовки к походу на Табук обнаружились лицемеры. Они не желали сражаться и поэтому стали выдвигать ложные отговорки, чтобы получить дозволение не участвовать в битве. Дошло даже до того, что один из лицемеров по имени Аль-Джаддабни-Кай сказал «О, посланник Аллаха, позволь мне остаться и не ввергай меня в искушение, ибо мой народ знает, что нет такого мужчины, так сильно любящего женщин, как я. И я боюсь, что если увижу византийских женщин, то не вытерплю и совершу с ними грех прелюбодейства». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отвернулся от него и произнес «Кад азинтулек», я позволяю тебе остаться дома. Среди жителей Медины была и другая категория людей, которые не смогли участвовать в походе на Табук из-за болезни и старости. Также к этой категории относились бедные, неимущие мусульмане. Они желали отправиться в поход вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому пришли к пророку с просьбой обеспечить их верховыми животными. Но он развел руками и выразил свое сожаление, промолвив, «Я ничего не могу найти для вас». Поскольку Табук находился очень далеко от Медины и туда нельзя было отправиться пешком, не нашедшие ни лошадей, ни верблюдов, ни мулов вынуждены были остаться в Медине. Получив ответ пророка, они заплакали, жалея о том, что не смогут участвовать в походе на пути Аллаха. Их вера заставляла их плакать об упущенной возможности заслужить награду Господа. По этому поводу Всевышний Аллах и спослал следующие аяты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет греха на немощных, больных и тех, которые не находят средств на пожертвование, если они искренне перед Аллахом и Его Посланникам. Нет оснований укорять творящих добро. Воистину, Аллах прощающий, милосердный. Также нет греха на тех, которым, когда они пришли к тебе, чтобы ты обеспечил их верховыми животными, ты сказал, «Я не могу найти животных для вас». Они вернулись с глазами полными слез от огорчения тем, что они не нашли средств на пожертвование. История подготовки сподвижников к табуку учит нас тому, что мусульманам следует стремиться совершать благие дела по мере своих возможностей. А если человека от совершения праведного деяния удержала какая-то причина, не зависящая от него, то он все равно по милости Аллаха получит вознаграждение за свои искренние намерения и стремление совершить этот благой поступок. Ведь когда войско мусульман возвращалось с похода на табук, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о тех плачущих мусульман. Поистине, остались за нами в Медине люди, задержавшиеся там по уважительной причине, но, тем не менее, находившиеся с нами, какой бы горной дорогой или в Аде, мы не шли. Продолжение следует...